Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Я Михаил Горин, со мной сегодня в студии мои коллеги-литератор Давид Шехтер и журналист Лазар Данович. Здравствуйте! У нас вновь отличилась Ханин Зуаби. Она вновь дала повод поговорить о ней. Или специально это сделала. Во всяком случае, в Хайфе во время беспорядков она приняла участие в несанкционированной демонстрации, и полицейские надели на нее наручники. Они потом объяснили тем, что не узнали депутата, хотя Ханин Зуаби утверждает, что это было сделано специально. Но на этом скандал не закончился. Дело в том, что некоторые политики вновь призвали к наказаниям Ханин Зуаби. Либо увольнению из КНЕС, это лишение депутатских полномочий, а замминистра внутренних дел Фаена Киршимбаум пошла дальше. Она настаивает на том, что Ханин Зуаби должна быть лишена гражданства. Это тоже имело еще развитие, но к этому мы еще вернемся. Пока что не интересует ваше отношение к тому, что произошло. Давид. Понимаете, демократия это дело тонкое, особенно на Востоке. Тут надо стараться дать возможность национальным меньшинствам высказывать свое мнение, иметь свой голос. Тем более, что мы все помним, что евреи были. Многие тысячелетия национальным меньшинством, которые зажимали. У нас есть память историческая, что нам делали так плохо. Почему мы теперь, когда мы титульная нация в своей стране, будем тоже делать кому-то то же самое, что делали нам. То есть, тут как бы все понятно. Но есть вещи, которые непростительные. Есть границы, которые переходить нельзя. А Ханин Зуаби переходит их совершенно осмысленно и предумышленно. Она делает это совершенно четко. Это не... Знаете, бывает там вот всплеск эмоций. Если человек что-то такое сказал, там была одна девушка очень милая, там стакан чая на кого-то выглядела, она не отличалась до этого буйным характером. Ну вот, бывает. Или просто хотела попасть в новость. Да, а это вот маленькая мышка, серенькая такая, она, я имею в виду Ханин Зуаби, она совершенно целенаправленно делает эти провокации. И для того, чтобы попасть на большую прессу, и для того, чтобы завоевать популярность у определенных слоев населения, которые она считает своими избирателями. И вот с этим надо бороться, потому что мы не должны позволить кому-то зарабатывать политические очки или любые другие очки за счет того, что он унижает, оскорбляет государство, Израиль, юридический народ, нашу историю, помогает откровенно нашим ярым и открытым врагам. И тут, я не знаю, насчет лишения ли гражданства, это с точки зрения юридической, мне неизвестно. Но если нормальный непредвзятый суд рассмотрит все заявления, которые она сделала, и все ее поведение, что она как на себя вела, то я думаю, что совершенно спокойно ее можно лишить депутатской неприкосновенности и вообще депутатского звания. Потому что все-таки, когда человек выходит на тренировку, он там говорит определенную формулу, что я не буду исполнять законы. И не действовать во вред нашему государству. Она их и не соблюдает, и действует во вред, то что она нарушает ту причалку, которую она дала, и подписывает, там подписывает это все еще. Поэтому совершенно спокойно, я думаю, можно было этим воспользоваться. Но просто там хватит ли у наших, у нашей коалиции, хватит ли у них то, что есть у мужчин, чтобы провести и такой закон, и настоять, и его реализовать, не знаю. К этому мы еще вернемся. Лазарь, такой вопрос. Фаина Киршенбаум, помимо того, что она политик известный, она генеральный секретарь партии Наш Дом Израиль, она является заместителем министра внутренних дел. Казалось бы, кому, как не ей, знать всю процедуру возможности лишения гражданства, кого бы то ни было. Все юристы в один голос, которые комментировали это событие, заявляют, что нет такой возможности лишить ее гражданства, я имею в виду Ханинзуаби. Зачем же было делать такое заявление? Или это просто такая политическая декларация? Я не юрист, и даже я не все юристы. Но у меня есть такое подозрение, что все юристы, о которых ты говорил, даже ни разу не заглядывали в закон. Потому что закон о гражданстве гласит очень точно о том, что за подобное, то есть за нелояльность, за оскорбление государства, его символов, его принципов и за вообще антигосударственную деятельность можно лишить гражданства, закон это позволяет. Но это входит в прерогативу министра внутренних дел. Законодатель не оговорил ни процедуру, ни перечень, так сказать, проступков, нарушений, которые к этому ведут. Все остается на, так сказать, долю министра внутренних дел. Заместителем Коева является Фаина Кершенбаум. Так что совершенно нормально она говорит от имени органа, в котором служит и у которого такие права есть. Но у нас есть еще один орган. Он называется богатство, который никогда этого не допустит. Никогда. Не по отношению ни к кому. Помните всю эпопею с Бшарой, с ее бывшим шефом. Тоже не лишили граждан? Которая до сих пор получила пенсию. Совершенно верно. Вся эпопея с шпионом, как его выдали во всяком случае, как шпионом, не закончилась ничем, потому что у богатства не сформировалось мнение и никогда не сформируется на этот счет. А вот что касается лишения статуса неприкосновенности депутатской, то вот вы помните анекдот про девочку, которая застала родителей за определенным занятием и сказала, и эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Вот эти люди, Евросоюз запрещает нам ковыряться в носу. Но хочу им напомнить, что по-моему года три назад Евросоюз лишил депутатской неприкосновенности, а затем и депутатского звания, депутата Европарламента Марин Ле Пен. Помните эту историю? За что ее лишили? За то, что она в одном из своих высказываний сравнила мусульман, населяющих сейчас Европу, сравнила их с нацистами. Что они также захватили Европу, как в свое время нацисты захватили Францию, Париж и так далее. За это она была изгнана, лишена депутатской неприкосновенности. Что сказала Ханин Зуаби четыре дня назад про партию, кстати, которую представляет Фаина Киршенбаум? Это фашистская партия с фашистской идеологией и фашистскими высказываниями. И пусть она, ее, так сказать, лидеры, не родившиеся в Израиле, пусть катятся туда, где эта фашистская идеология принимается. Ну да, она сказала, точнее, она сказала, что я здесь родилась, я здесь выросла, а они приехали из России, пусть туда увижу. Ну, пуповину ей в руки, она здесь родилась. Она сказала еще и моей предки, вовсе ее предки, я думаю, что максимум ее папашка здесь. Ну, конечно, это же пришло. Пусть на то мы точно не знаем, поэтому не будем говорить. Это пришлые люди точно такие же, пусть не придумывают. Мы историю знаем, читаем. Ну, нет, тут надо подчеркнуть, что она-то наехала на Либермана, что он, видите ли, из... Из Молдавии, да. Но Либерман-то еврей, он-то отсюда, корни его здесь, а она-то непонятно откуда. То есть у него понятно, что есть намного больше прав, чем у нее. Ну, я как раз не об этом. Формально, мы же говорим о формализме, да? Формально она допустила точно такую же гадость, которую допустила с точки зрения юристов европейских, европейских законодателей и Евросоюза, допустила Марин Липен тогда. И была лишена всего изгнана, но, правда, она потом, правда, реванш, который она совершила над этими господами, он очень видим. Вот, поэтому лишить ее можно, но никогда этой воли не проявит никто. Потому что сколько лежит уже законопроект Ахайона? По поводу? По поводу, хотя бы по поводу того, что подвергать штрафу... Депутата Ахайона, я хочу. Депутата Ахайона. Штрафу и... Чему там еще? За условному наказанию срок до месяца тех, кто использует нацистскую терминологию, обзывалки нацистские и так далее. Но он не примет. Политически он принят в предварительном чтении. То есть, ничего. И не будет он принят. Это ничего. Принят в начале, это ничего. Он не будет принят. Поэтому, господа, Ханин Зуаби, солдат своей партии, выполняет абсолютно от и до, что она должна выполнять. Она солдат партии Балад. Балад антисионистская, антиизраильская партия. Каждый из членов, который получает 38 тысяч депутатской зарплаты, получал, получает и будет получать. Их депутат плеваку, или как там его захалка, как плевал в людей, так и будет плевать. А глава партии за границей? За границей. Она как делала, так и делала. И делать будет. Она выполняет свою задачу последовательно, точно, смело. И ничего вы с ней никогда не сделаете. Вот тут интересный момент. Вот Лазар затронул интересный момент. Он вспомнил депутата Пшару, который, как известно, до суда даже его дело не было доведено. Поэтому его так и не лишили ничего. Он получает, как заметил, по-прежнему пенсию. И вот сейчас история с Ханинзуаби. И тем не менее депутаты не принимают законы, которые могли бы, ну скажем так, регулировать подобные ситуации. Вот тут интересный момент возникает. Почему? Я хочу вернуться к давним событиям, когда было знаменитое размежевание. Вы все помните. И когда происходило выселение. Вы помните все демонстрации? Трансфер. Трансфер. Когда они выходили с... Совершенно верно. И вы помните, какие беспорядки там были? Там тоже были незаконные с точки зрения... Давид, но они были незаконные демонстрации там были. И беспорядки были. Правильно? Это было объявлено военной зоной, куда нельзя было приезжать. Тем не менее туда приезжали наши депутаты, которые участвовали во всех этих незаконных, с точки зрения правил, акциях. Ну как, Давид, ну это так. Секундочку. Секундочку. У меня вопрос к тебе. Тогда после этого возник вопрос. И многие предлагали, чтобы был проведен закон, по которому депутат, если он такой трибун, хоть левый, хоть правый, хоть арабский, хоть еврейский, и хочет участвовать в незаконных демонстрациях, в акциях протеста, он должен сдать свой депутатский мандат, чтобы у него не было неприкосновенности блядской, и идти туда участвовать. Не приняли. Если бы тогда это приняли, сегодня Ханин Зуаби была бы уже под судом. И правильно, что не приняли. Тогда подожди. Сегодня говорит о том, что ставит сегодня конкретно в вину Ханин Зуаби, что она приняла участие в незаконной демонстрации. Да не только. Нет, нет, нет. Речь сейчас идет конкретно об этом. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Миша, Миша, давай не будут. Нет, это стало поводом для последнего скандала. Объясни, пожалуйста, почему депутаты не принимают эти самые законы? Объясняю, потому что депутат, как народный избранник, имеет право участвовать в любых демонстрациях, законные или незаконные, и ты не можешь ему заднуть рот, для этого ему и дана депутатская невыгородность, поскольку она сегодня незаконная, для этого. Завтра законная, при завтра незаконная, чтобы никто не мог надавить на Cave, то есть депутат, извините, депутат, который пишет законы, создает их, участвует в незаконных демонстрациях, для этого у него есть депутатская неприкосновенность? Да. Что такое незаконное? Это там, на которые полиция не дала разрешения. Может быть, полиция не успела, может быть, не успели подать документы на получение. Не в этом дело. Мы обвиняем Зоби не в том, что она участвовала в незаконной демонстрации, а в том, что она говорила на этой демонстрации, какие ее тессы были, какие слова были. Кстати, наши депутаты, я помню покойный Юроштейн, как он был в одном, я видел это просто по телевизору, сидели мальчики, сцепившись за руки в стене, их по одному вытаскивали, и там была группа депутатов, в том числе и Юроштейн, которые следили, чтобы их там не избили, не покалечили. Правильно, очень хорошо, что они были там, скажем, Этельштейн из Чиански, там, за месяц до этого переехали вообще жить в Гуш-Катифе, в знак солидарности с этими людьми, тоже что-то такое незаконное, все нормально. Это так и все должно вести депутатов. Ты не можешь депутата ограничивать в этом, но когда все это в рамках закона, в рамках каких-то, как сказал Лазарев совершенно верно, действий, которые не подпадают под антиизраильскую пропаганду, антиизраильские банки. Потому что то, что, ну да, это было как бы не очень хорошо, когда там стоял Штерн и кричал на солдат, но он же не призывал их убивать, этих солдат. Он же не кричал, что вы фашисты. Подожи разную вещь, она именно это и делает, поэтому не надо сравнивать. Депутат действительно, я считаю, что имеет право на заявление, которое он считает, нужно делать, и его нельзя отричивать, но даже, может быть, рамки, хрен за вами, эти рамки переходят. Согласен? Да, я не совсем согласен, не во всем. То есть, я почему-то вспоминаю, нас, правда, здесь не было, но мы об этом читали, ту легкость необыкновенную, с которой наша судебная система расправилась когда-то с партией Равинкааны. Я был уже здесь. Ты уже здесь был, а я нет еще. Вот, никаких тогда не было, так сказать, преград для того, чтобы запретить партию, лишить депутатов депутатских мандатов, забыть и закрыть это имя вообще, и его упоминание становилось чуть ли не преступным. Тогда было все нормально. Сейчас Ханин Джоаби, по сути дела, представляет в Кнессите, как ни странно, даже не тех израильских арабов, которые проголосовали за национал-демократическую партию Балад, совсем не их. Она везде говорит, что она представляет газу, что она представляет палестинцев, тех самых палестинцев, у которых, между прочим, есть свои, хорошие или плохие, но свои органы власти и свои выборные органы. Правильно? К которым наш Кнессит имеет только отношение выделить оружие или не выделить оружие, отправить туда, допустить туда... Бумбу, бумбу! Бумбу, допустить туда цемент потом, чтобы восстанавливать или не допустить туда цемент, лекарство или открыть коридор или не открыть коридор. Никаким образом депутат нашего Кнессита, коим является Ханин Джоаби, не может представлять Азу, не может представлять Западный берег. Она везде говорит, что это мой народ, то есть ее народ там. Почему-то она считает, что она должна... Тот народ, вот сейчас, который убивает, который посылает на нас вот эти вот ракеты, вот сейчас загудит. Это народ Ханин Джоаби во главе с нею, видимо, послал на нас. Так я должен понимать. При этом я плачу из своих налогов и огромную зарплату водителя. И все остальное. И все остальное. И все остальное. Спасибо, конечно. Поэтому я считаю, что это безобразие. Но я с вами не могу согласиться в том, что это безобразие когда-нибудь закончится. Мы, к сожалению, незрелая демократия. Я хочу привести итог, что, конечно, нужно пожелать успехов Ане Кишинбаму в связи с законом. Она правильно сделала, что вынесла. Но я очень скептичный на столбе того, сумеет ли она провести его на голосованиях. Спасибо, коллеги. Я только хочу заметить, что, в общем-то, решение этой проблемы, о которой мы сейчас говорили, в ту или иную сторону. В руках 120 депутатов КНЕСТа. Ну, не 120, минус определенное количество. Так что я думаю, что отдельным его представителям нечего возмущаться по поводу того, что принимаются или не принимаются подобные законы. Они обращаются сами к себе. Спасибо, коллеги. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok